Здравствуйте, уважаемые зрители канала Waycar! Сегодня хотел вам показать первичные настройки лаунчера Gama. Итак, вы счастливый обладатель нашей магнитолы, магнитола бренда Waycar и хотите немножко изменить внешний вид магнитола, а именно поставить всеми любимый лаунчер Gama. Все просто. Итак, вы его установили. Заходим в меню, он окажется здесь. Вот Gama. Мы предварительно установили Яндекс.Музыку, Яндекс.Навигатор, потому что мы сейчас покажем, как все это настраивается. Итак, открываем лаунчер. Вот у нас открылся. Он вас запросит код, вернее, у вас уже все введено код, и вы уже его используете. Первые настройки. Заходим в настройки. Что мы рекомендуем делать? Поставить автомобиль, да, какой вам? Ну, допустим, мы сразу ставим, не знаю, там, распространенный Kia. Вот поставили Kia. Он скачал логотип, отлично. Теперь мы что делаем? Теперь мы ставим размер сетки. Не буду сейчас вдаваться в подробности, просто рекомендуем поставить 9 или 10. дальше. И дальше я ставлю ставлю домашний экран. Устанавливаю лаунчер, как домашний экран. То есть мы ставим домашний экран, он нам это подтверждает, заходит на главный экран и показывает. Еще раз говорю, мы пока версию не покупали, просто показываем первичные настройки. И теперь что мы делаем? Теперь мы настраиваем, что у нас здесь показывала навигация и все остальное. Нажимаем на кнопку навигации, он показывает, что здесь GPS. Вот мы подтвердили, подтвердили. Теперь мы здесь доступ к местоположению. Окей, говорим, да? Окей, сделай. Видите, он сразу показал спутники, сразу выставил температуру. Это значит, что вы сделали все правильно. Теперь мы настроим все предприложения, которые нам необходимы. Заходим в настройки. Так, что у нас стоит? Я говорю, что еще раз, мы поставили музыкальный плеер Яндекс музыку. Заходим в музыкальный плеер, включаем. Ставим музыку, другие. Ставим сразу Яндекс.Музыку. Отлично. Поставили музыкальный плеер, мы настроили. Навигатор. Выключим, включаем. Включили, ставим Яндекс.Навигатор. Сразу он пишет, надо открыть все доступы к выдавлениям Android. Для чего? Иначе они не совсем правильно будут работать с Агамой. Все галочки лучше поставьте. Разрешить. Все ставим. Разрешить. Голову ломать не будем. Разрешить. Есть. Разрешили. Теперь выходим на главный экран. Так Яндекс.Навигатор. Окей. Здесь мы все настроили. Так у нас Яндекс.Навигатор и музыкальный плеер мы настроили. Отсюда выходим. Теперь мы настраиваем основные иконки. Как это делать? Все просто. Нажимаем, держим. Радио. Приложение. Нажимаем приложение. Ставим радио. Радио. Хорошо. Что? Закрываем. Теперь что у нас получилось? При нажатии на это приложение у нас включается радио. Вот что мы этим добились. Отлично. Также настраиваем Яндекс.Навигатор. Видите, сейчас у нас ничего нет. Он пишет долгий клик для настройки. Подсказывает нам. Мы сейчас это сделаем. Нажимаем приложение и выбираем Яндекс.Навигатор. Есть. Выбрали. Закрыли. Отлично. Музыкальный плеер. Нажимаем. Приложение. И сразу ставим сюда Яндекс.Музыку. Есть. Закрыть. Теперь мы хотим еще, чтобы потом слушать что-то, допустим, с флешки, с USB. Тогда мы делаем еще вот что. У нас с каждой кнопкой имеет много вариантов. То есть мы сдвигаем. Видите? Есть еще приложение разные. Сюда мы сразу на вторую кнопочку мы настраиваем просто музыкальный проект. Все. На свете здесь две, два приложения. Отлично. Закрыли. Сразу коли мы здесь настроили, здесь уже что-то Яндекс.Навигатор написал. Теперь сюда мы настраиваем приложение телефонное. Телефонное приложение. Пишем приложение Bluetooth. Вот он. Телефон Bluetooth. Настраиваемся. Есть. Закрыли. И сюда, как правило, мы рекомендуем настраивать не интернет, а все ваши видео приложения. Для этого мы меняемся полностью. Иконка. Иконку ставим. Ну, допустим, видео. Она где-то здесь должна быть. Видео. 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 Вот видео. Вот видео. Нажимаем видео. Все есть. Название. Название пишем. Хотите, пишите по-русски. Хотите по-английски. Ну, давайте напишем все по-английски. Напишем все по-английски. Так, пишем ви-де-о. Видео. Окей. Подтверждаем. И приложение на главную кнопку ставим. Ну, допустим, YouTube. YouTube поставили. Все. Закрываем. И сразу сюда ставим второе приложение. Так же, как по аналогии с этим. Второе приложение ставим. Ну, допустим, допустим, что просто видеоплеер. Видеоплеер. Ищем. Вот он. Видеоплеер. Поставили. Есть. Выходим отсюда. Что у нас получилось? Мы нажимаем на видео. У нас включается YouTube. YouTube. Дальше уже, я думаю, что вы сами знаете, как пользоваться YouTube. Да. То есть, все легко. Нажимаем. Включаем. И так далее. Выходим на домашний экран. Домик нажимаем. Мы опять находимся в этом приложении. Теперь. Показ. Для чего мы делали все эти настройки? Все очень просто. Смотрите. Вы можете сделать вот что. Вы можете на главную сюда, на страницу запустить, допустим, ваш музыкальный плеер. У вас он поставлен что? У нас поставлена Яндекс.Музыка. И тогда у вас, пожалуйста, сейчас мы здесь. А еще здесь надо настроить. Итак, у нас идет музыка. Как нам настроить эти кнопки? Опять возвращаемся в настройки. Ищем музыкальный плеер. Нажимаем. И все галочки надо точно также поставить. Окей. Настроено. Убедите, что музыка отправляет все сообщения. Выходим на главный экран. И вуаля. Все видим. Все переключается. Видите, да? Отлично. Все переключается. Вот они. Появляются тут и иконки песен. И отсюда все можно переключать. Это, поверьте, это очень удобно. Вот видим, у нас вот такая картинка. Теперь Яндекс.Навигатор. Для того, чтобы нам пользоваться Яндекс.Навигатором, надо сделать что? Ну, допустим, куда-то поехали. Поехали. Закрыть, скачивать не надо. Поехали. Вот он нам сделал маршрут. Маршрут уже есть на карте. Теперь этот маршрут можно будет выводить на вот этот главный экран. Да? Вот сейчас мы изменим это. Поставим сюда Яндекс.Навигатор. Видим, да? Он нам уже показывает стрелочку. И что самое удобное, да? Удобное. То есть, это такой, как бы, укороченный режим показа Яндекс.Навигатором. Я его использую, потому что езжу, ну, примерно одним и тем же маршрутом, да? То есть, чтобы сверить, что туда или туда он показывает. То есть, это, в общем-то, удобно. Да? И что здесь есть удобный режим? Режим авто, например, да? Видите, он вам все показывает по очереди. Вот смотрите. Идут, идет песня. Трек, да? Потом он меняет на Яндекс.Навигатор. Потом покажет часы. И так это будет по кругу, да? То есть, это, в общем-то, такой режим, от которого не устаешь. И ни одно и то же на экране. Все, картиночка у нас периодически меняется. Стоит нам только сменить песню здесь. Видите, мы поменяли песню. Она пошла следующая. И опять включился Яндекс.Навигатор. Вот так это все работает. То есть, оно будет вам перескакивать и показывать несколько другие функции. Давайте посмотрим, что здесь еще есть, да? Здесь есть такой спидометр, да? На спидометр тоже будет указан ваш маршрут. Есть просто часы, очень удобные, стильные часы. Кроме того, что часы у вас есть здесь, они есть и здесь. И, в общем-то, когда стоит авто, у вас всегда часы перед вами, которые можно поменять. Мы нажимаем так. Видим, они у вас с даты его. Пожалуйста, еще раз нажмем. Они теперь вот такие стали. Вот такая дата. Видите, да? Какая большая. Опять нажимаем, опять все вернулось. Ну, мы вам рассказали про первичную настройку Яндекс.Навигатора, да? Не Яндекс.Навигатор, а Лаунч Рогама. Вот такой он есть, да? Пользуйтесь, получайте удовольствие. Спасибо за внимание, уважаемые зрители канала ВАИКАР. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.